В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. И далее о главных событиях воскресенья. Россия не рассчитывала на продолжительную войну против Украины. Как заявили в офисе президента, у Кремля есть все шансы расплатиться за военную агрессию. 900 дней – это не то, на что рассчитывала Российская Федерация. Российская армия применила северокорейскую ракету для удара по Украине. Кроме того, Кремль может закупить сотни баллистических ракет у Ирана. Серебрянский лес с лета 1922 года стал линией украинской обороны на Лиманском направлении. Как военные отбивают штурмы российской армии, смотрите специальный репортаж. «Тамата в угол!» «Пострел!» Последний день летней Олимпиады в Париже. Церемония закрытия пройдет на стадионе «Стад де Франц». С каким результатом завершаются Олимпийские игры для Украины? Только за одну эту неделю российская армия применила более 30 ракет и более чем 800 управляемых авиабомб для обстрела Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Также, по его словам, этой ночью, кроме дронов, армия РФ применила северокорейские ракеты для очередного террористического удара. Напомню, противник попал в частный жилой дом в Киевской области. Погибли мужчина и его четырехлетний сын. Их обнаружили во время разбора завалов. Тяжело травмированы еще три человека. Каждую ночь и каждый день в течение этой войны украинцы страдают от российских ударов. Действительно, многое уже сделано для нашей возможности защищаться, но еще не все, что необходимо. Мы не прекращаем работу с партнерами, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба. И, конечно, один из ключевых элементов воздушного щита любого государства – это боевая авиация. На всех уровнях мы должны и дальше продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба, закрытия от шахедов и от ракет, в том числе от северокорейских ракет. Террор должен проигрывать всегда. Это базовый принцип защиты жизни. И об этом также мы будем и дальше говорить с партнерами. Как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней. Также Иран может передать сотни баллистических ракет России. Об этом пишет Reuters. Речь идет о ракетах типа «Земля-воздух» двух модификаций. Один тип ракет дальностью поражения 86 километров, предназначен для использования против целей на фронте и в ближнем тылу. Второй тип дальностью полетов 120 километров для атак объектов противника в глубоком тылу. Бьют такими ракетами со специальных транспортно-пусковых установок по восемь на одной платформе. Как отмечают военные аналитики, иранцы традиционно маскируют их под обычный грузовик. Reuters со ссылкой на свои источники в европейской разведке сообщает, Москва и Тегеран договорились о поставках этих двух видов ракет еще в декабре прошлого года. Тем временем российские военные в Иране проходят учения по использованию баллистической системы малой дальности ФС-360. Сообщают источники Reuters в европейской разведке. Это может говорить о готовности Ирана поставлять это вооружение для использования в войне против Украины. Заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Точные временные рамки ожидаемой доставки ракет ФАТХ-360 в Россию неизвестны. Могу предположить, что это стратегия подготовки врагом к осенним действиям для экономии ракет «Искандер», для чего они думают использовать иранскую баллистику и уже летящие на Украину ракеты «Искандер». «Искандеры» враг хочет беречь, похоже, для возможных ударов по инфраструктуре. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. В Телеграм. 65 боевых столкновений произошло с начала суток на фронте. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Россия не рассчитывала на продолжительную войну против Украины. Об этом в эфире телеканала «Фридом» заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Российская Федерация не понесла ответственности ни за одну развязанную войну. Теперь у Москвы есть все шансы расплатиться за военную агрессию. «Девятьсот дней практически все вот то, что было российское, то, что недолгое время продавали на внешних рынках, обнулено. Ну что обнулено, прежде всего? Конечно же, репутация России. Ну вот это не страна, с которой нужно там серьезно считаться. Да, она ресурсная, но серьезно считаться нету смысла. Второе. Обнулены мифы о том, что Россия имеет там просто потрясающие ВПК, потрясающие вооруженные силы и так далее. Да, еще раз, ресурсно большой объем накопленной техники, накопленной живой силы, которую можно использовать как мясо, простите, и так далее. Но на самом деле это высокоотсталая страна в военном смысле в том числе». О неспособности России самостоятельно продолжать развязанную против Украины войну пишут и аналитики Института изучения войны. Согласно последнему докладу, представители Министерства обороны РФ еще в декабре 2023 года подписали контракт с Ираном на поставку баллистических ракет ближнего действия ФАТХ-360. Иран передаст эти ракеты в неуказанное ближайшее время. «Сегодня Россия приходит к ним на поклон с протянутой рукой, так же как к Северной Корее, и просит то или иное вооружение. Поэтому к этой ситуации надо относиться спокойно, плоднокровно, что демонстрирует наше высшее военно-политическое руководство. И вести речь только о том, чтобы мы усиливали свои позиции. Опять-таки, позиции противовоздушной обороны – это то, что всегда будет являться актуальным. А эти ракеты, да, не будут использованы, если они будут доставлены до России. Тут еще вопрос». Тем временем самыми тяжелыми на линии фронта остаются Покровское и Лиманское направления. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. На Лиманском направлении противник атакует в районах Макеевки, Невского, Новосадовского и в Серебрянском лесу. На Покровском украинская армия фиксирует наибольшее количество боестолкновений. Основные бои в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки. Силы обороны сдерживают напор и отражают атаки противника. Активность армии Федерации возросла на Торецком направлении. Войска пытаются продвигаться возле населенных пунктов Нью-Йорк, Железная и Дружба. Противник не оставляет попытки прорвать оборону и на Северском направлении, вблизи Верхнекаменского, Ивана-Дарьевки и Выемки. На Краматорском направлении захватчики совершают попытки штурмов вблизи Часового Яра, Ивановского и Клещевки. Россия не готова к перемирию, к заключению каких-то соглашений с Украиной на справедливых позициях. Прежде всего для нашей страны, для страны, которая обороняется, которая отбивается от вражеской агрессии. Это все очевидно, что Россия намерена и дальше вести агрессивные действия, несмотря на то, что сегодня у них большие проблемы возникли в Курской области. Российские оккупанты вынуждены перебрасывать личный состав, которым планировали усилить Покровское направление в Курскую область. Об этом сообщает АТЭШ. По данным партизанского движения, российское командование перемещает 10 КАМАЗов с личным составом во временно оккупированных районах Донецкой области. Войска РФ все чаще используют боеприпасы с ядовитыми веществами. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Таврия. По словам Дмитрия Лыховия, частота применения противникам БПЛА сравнялась с количеством обстрелов из артиллерийских установок. К примеру, в зоне ответственности Таврии за последние сутки захватчики использовали 536 боеприпасов для атак на украинские позиции. 11 из них содержали ядовитые вещества. 1220 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения России потери армии захватчиков составили более чем 590 тысяч. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 6 российских танков, 1 вертолет, 13 боевых бронемашин и 58 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 27 БПЛА, а также поразили свыше 70 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Повеньшая разработка немецкого концерна Rheinmetall, БМП Линкс, вскоре появится в Украине. Об этом говорится в отчете компании. Первую боевую машину пехоты планируют передать Киеву до конца года. Эти немецкие БМП способны уничтожать танки, эвакуировать раненых и даже быть мобильным комплексом ПВО. Подробнее в материале. Линкс уже сегодня называют новейшей разработкой в мире боевых машин пехоты. Все из-за передовых технологий небывалого прежде уровня защищенности экипажа и чрезвычайной универсальности. Ведь БМП может быть также командным пунктом, машиной для эвакуации техники или военных, медицинской машиной и даже комплексом ПВО. При этом в Линкс немецкие инженеры интегрировали передовую систему связи. Теперь любой из экипажа имеет связь со своей БМП, которая в свою очередь постоянно связана с другими машинами. В результате боевые задачи одновременно получает целое подразделение, не теряя лишнее время, а значит, получая преимущество. Все, что мне нужно сделать, это сесть в машину и напрямую подключиться к командиру через этот кабель. У меня есть постоянная радиосвязь между бойцами и машиной. Мы можем лучше договариваться, а также можем установить символы врагов, использовать цифровую карту данной местности. Поработали инженеры и над бронированием Линкс. Защита БМП может меняться в зависимости от задач и усиливаться дополнительным слоем. К примеру, для ведения городских боев, когда враг неожиданно может показаться из-за угла соседнего дома. Также для защиты от кумулятивных зарядов есть опция «Добавить комплекс активной защиты», когда в башню интегрирована система предупреждения о наведении лазера. Акустический локатор выстрела, а также автоматическое распознавание целей и их сопровождение. Всё это позволяет повысить выживаемость машины и бойцов на поле боя. Ещё одним нововведением в области оптики на БМП стал улучшенный круговой обзор. У водителя теперь есть тепловизор, с помощью которого он может легко вести БМП, находясь под люком в ночное время. А также круговой обзор для командира посредством всех камер, закреплённых на внешней стороне БМП. При этом легче стало и стрелку. Теперь приблизить изображение для прицеливания, как в компьютерной игре, можно и в реальном бою. Также у нас есть дополнительный уровень масштабирования. Теперь мы можем приблизить обзор практически в 20 раз. Из вооружения на Линкс установлена 35-мм автоматическая пушка и спаренный пулемёт калибра 7,62. Однако есть модификации БМП, на которые возможна установка даже 120-мм пушки, а также дополнительных боевых модулей с самонаводящимися ракетами, способными с лёгкостью уничтожить любую бронетехнику врага, вплоть до танков. В целом же главным преимуществом Линкс аналитики называют его небывалую живучесть на поле боя. Кроме того, БМП имеет высокую совместимость деталей в своём классе, что позволяет подготовить её под любые задачи. А система связи и обнаружения позволяет экипажу засечь цель и ударить первыми. Для нас же главным преимуществом является производство Линкс в Украине. А это и ремонтная база, и достаточное количество специалистов, и, очевидно, бесперебойные поставки в войска. Министерство обороны Беларуси перебрасывает к границам с Украиной военную технику. Ближе к украинской границе передислоцированы реактивные системы Полонеза и комплексы Искандер. Кроме того, в Минобороны Беларуси заявили о перегруппировке усилений войск на Гомельском и Мозорском тактических направлениях. При этом украинские пограничники не фиксируют перемещение военной техники. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире марафона «Ядыни-Новыны». По его словам, в соответствующее видео очередная провокация со стороны Минска и попытка подыграть Кремлю. В то же время, несмотря на отсутствие явных угроз, украинская разведка продолжает отслеживать ситуацию на границе. Непосредственно по границе ситуация неизменна. Она полностью контролируемая. Сейчас мы не фиксируем рядом с нашей границей перемещение то ли техники, то ли личного состава. Скорее всего, в рамках информационного воздействия Беларусь будет вынуждена делать фото и видеоматериалы. Может, какие-то части и будут находиться на границе. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в эфире марафона «Ядыни-Новыны». 9 августа во время вылетов в белорусской авиации не было обнаружено никаких дронов, несмотря на заявление Александра Лукашенко. Об этом заявили в мониторинговом проекте «Белорусский Гаюн». 9 августа 2024 года во время вылетов авиации в СРБ никаких дронов в БПЛА обнаружено не было. Никаких запусков ракет с истребителя Су-30 или вертолета Ми-24 не производилось. Из чего следует, что очередные громкие заявления самопровозглашенного Лукашенко являются обычной чушью. Из сообщения «Белорусский Гаюн» в Телеграм. Напомню, накануне Лукашенко заявил об атаке дронов, которые якобы летели из Украины. По словам белорусского диктатора, 9 августа вечером военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Якобы зафиксировали около десятка беспилотников. Лукашенко сообщил, уничтожено несколько воздушных целей над территорией Беларуси. Остальные якобы улетели в сторону Смоленска и были перехвачены российской ПВО. Очередное российское военное судно скоростной катерти «Патунец» в ночь на 9 августа ликвидировало спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ходе операции, проведенной вблизи населенного пункта Черноморская во временно оккупированном России Крыму, повреждения получили и еще три плавсредства противника. Как Украина прореживает ряды Черноморского флота России, смотрите в нашем материале. На этих кадрах момент уничтожения скоростного российского катера проекта КС-701 типа «Тунец» с помощью украинского морского дрона «Магура В-5». Такие судны российской армии используют в оккупированном России и Крыму для патрулирования акватории и обеспечения логистики. Очередную успешную операцию провели бойцы спецподразделения «Групп-13» Главного управления разведки Минобороны Украины. В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается. Это уже не первый пойманный у берегов полуострова «Тунец». Два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два повредили в мае этого года. Из сообщения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Телеграм. Международные эксперты признали новейшую украинскую ударную платформу «Магура В-5» самым результативным морским беспилотником в войне России против Украины. Всего с помощью этих дронов Сила обороны Украины успешно поразили 18 российских военных судов. Половину из них уничтожили, сообщили в украинской разведке. 10 августа Сила обороны Украины ударили по российской газовой вышке в Чёрном море. Там российские оккупанты содержали техразведоборудование и до 40 человек личного состава. Окупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем. И да, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла. Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил ВСУ Украины, Фейсбук. В начале августа Вооружённые силы Украины уничтожили в порту оккупированного Россией Севастополя подводную лодку «Ростов-на-Дону». Субмарина была носителем крылатых ракет «Калибр». Её стоимость – около 300 миллионов долларов. После начала полномасштабной войны силы обороны Украины отправили на дно или повредили 28 российских кораблей и подлодок. Самые известные из них – Цезарь Куников, Новочеркасск, Саратов, Ленигорский горняк и Минск, а также флагман российского Черноморского флота «Крейсер Москва». Таким образом, Украина с начала полномасштабной войны вывела из строя треть всего Черноморского флота Федерации. Это позволило снизить угрозу десантных операций и использование российских кораблей для обстрела в украинской территории, а также обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море. «Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Чёрное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль. Я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота». Успешные действия в ИСУ заставили Россию вывести корабли Черноморского флота из Крыма. А патрулировать акваторию российским оккупантам приходится в основном подводными лодками, которые тоже, как доказали силы обороны Украины, вполне уязвимы. Штаб кандидата республиканца Дональда Трампа обвинил иранскую сторону во вмешательстве во внутренние коммуникации команды. Об этом заявил его пресс-секретарь Стивен Ченк. Все началось с того, что в июле издание «Политика» сообщило. Редакция получала электронные письма от анонима, предлагавшего якобы подлинные документы о деятельности Трампа. Информация, как заявляют в штабе республиканца, была получена незаконно от иностранных источников, враждебных США, с целью посеять хаос в демократический процесс выборов. Однако прямых доказательств там до сих пор не предоставили. Армия обороны Израиля ликвидировала старшего командира группировки «Хамас» в Ливане, Самера Махмуда Аль-Хаджа. Он отвечал за подготовку террористических атак, обстрелы Израиля с территории Ливана, а также за вербовку и обучение боевиков. В Сахал заявили, будут продолжать действовать против «Хамас» и уничтожать потенциал группировки. О ситуации на Ближнем Востоке смотрите далее. В ответ на ликвидацию в Тегеране политического лидера «Хамас» Исмаила Хани, Иран пообещал атаковать Израиль. Высшее руководство корпуса стражей исламской революции настаивает на масштабных ударах по Тель-Авиву и другим израильским городам. Одновременно с Хизбаллой. Но новый президент Ирана с таким планом не согласен, пишет «Телеграф». Масуд Пизешкиан, новоизбранный президент, предложил нанести удар по секретным израильским базам в соседних с Ираном странах, чтобы предотвратить тотальную войну после убийства лидера «Хамас». Пизешкиан опасается, что любое прямое нападение на Израиль будет иметь серьезные последствия. Из публикации «The Telegraph» со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. А вот ливанская группировка Хизбалла может нанести удар по Израилю в ближайшие дни, независимо от того, что собирается сделать Иран. Сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне. Чтобы защитить Израиль, 8 августа американские истребители F-22 Raptor прибыли на Ближний Восток. Об этом сообщили в Центральном командовании США. В Пентагоне подчеркнули, Вашингтон стремится предотвратить эскалацию напряженности в регионе. Министерство обороны продолжает предпринимать шаги по предотвращению региональной эскалации со стороны Ирана и его партнеров и сторонников. Я также приказал направить в регион больше крейсеров и эсминцев, способных защитить от баллистических ракет, и распорядился развернуть на Ближнем Востоке еще одну эскадрилью истребителей, чтобы усилить наши возможности по оборонительной поддержке с воздуха. Мы по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для противодействия меняющимся угрозам нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам. У Израиля два кризиса безопасности – палестинский и региональный в связи с Ираном и осью сопротивления во всем регионе. Еще не полностью выполнив свои задачи в войне в Газе, Израиль пытается ослабить присутствие и позиции оси сопротивления в Ливане, в Сирии и Ираке, а также нанести прямой удар по Ирану. Это означает, что мы будем продолжать находиться в цикле эскалации и деэскалации без решения конфликта между Израилем и Ираном. Эти приливы и отливы будут продолжаться в течение ближайших месяцев, если не дольше. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху обвинил Хамас в срыве сделки о прекращении войны в Газе. Простая истина заключается в том, что до сих пор Хамас не согласился с самыми основными условиями предварительного документа. В то время как мы не добавили ни одного требования к наброскам, именно Хамас требует внести в них десятки изменений. Он делает все это, потому что хочет реабилитироваться, восстановиться и снова и снова повторять кровавую бойню 7 октября. Государство Израиль ведет многоаренную войну против иранской оси зла. В совместном заявлении лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и Хамас возобновить переговоры 15 августа на нейтральной территории в Катаре или в Египте, чтобы заключить финальное соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Глава украинской дипломатии завершил свое четвертое африканское турне. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в социальных сетях. С 4 по 8 августа министр иностранных дел впервые посетил Малави, Замбию и Маврикий. Провел встречи с лидерами государств и представителями местного бизнеса. По итогам турне удалось договориться о пяти межгосударственных соглашениях, сообщил Кулеба. Три из них уже подписаны. Два меморандума о политических консультациях с Малави, Замбией. Одно соглашение без визы с Маврикией. Еще два соглашения готовятся к подписанию об избежании двойного налогообложения и о взаимном продвижении и защите инвестиций. Очень важно системно год за годом работать со странами Африки. Что это дает Украине? Прежде всего укрепление глобальной поддержки нашего государства и его инициатив. В частности формулы мира, голосование в Генеральной Ассамблее ООН, противодействие российскому влиянию и пропаганде, создание новых возможностей для бизнеса и экономики Украины. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в Инстаграм. Российская армия продолжает штурмовать Серебрянский лес. С конца лета 22-го года он стал линией украинской обороны на Алиманском направлении. Укрепившись здесь, украинские военные ежедневно отбивают атаки противника. По каким целям работают артиллеристы луганского пограничного отряда бригады Помста, видела наша съемочная группа. Серебрянский лес – это выжженное пятно на карте Украины, до временно оккупированной россиянами криминной отсюда рукой подать. И хоть на позиции бойцов бригады Помста мы пробираемся через уцелевшие гущи леса, с неба противник видит все и в любую секунду может открыть огонь. Часто этот участок фронта россияне засыпают из реактивной артиллерии. Я ехал просто вставку, там гремел, и прямо на нас градусы повесили. Но до нас не дошли, мы повставали, их на фронт открывали. Я же думал, что это пригородище не... Но близко было, да? Да, очень близко, да. На позициях артиллеристов Помсты нас встречает командир этого расчета Андрей. Боец просит быть предельно внимательными к безопасности. Говорит, хоть утро относительно тихое, ночь была активной. Тут нет спокойной ночи. Каждую ночь что-то летит, бахкает. Ну, бахало метров 300-400 от нас. Лиственный лес в такое время года – лучшая маскировка для артиллерии. Поэтому российских беспилотников здесь летает много. Разведку проводят орланами и суперкамами. А удары наносят ланцетами и даже FPV-дронами. Звучит звук пошел. Звучит звук. Да, я слышу. Работают пограничники с гаубицей М-101. На расстоянии до 10 км она эффективно останавливает штурмы, точечно бьет по минометным расчетам захватчиков и бензовозам. Если нет штурмовых действий или новых координат расположения российской техники, у украинских защитников есть плановые цели. Чаще всего это пехота противника, сидящая в блиндажах. И выполнение такого боевого задания нам удалось заснять. После первого выстрела уже есть правки на следующий огневой удар. Украинские разведывательные дроны фиксируют разрывы. Данные передаются мгновенно. За считанные секунды артиллеристы снова наводятся на цель. Находясь еще на позициях, мы уже знаем результаты работы артиллерийского расчета. Прямое попадание по окопной линии противника. Сейчас только было одно корректирование, и все легли прямо в район цель и в цель. Так что был бліндаж, нет бліндажа. Я так понимаю, что дальше наши пташки уже могут сказать, например, по втратам противника. Сколько там, если... И пташки, и потом по перехватам, потому что там военные работают, и по перехватам будет видно, что там было. За своей личной безопасностью и орудием артиллеристы тщательно следят. После выполнения боевых задач маскируют гаубицу. Первое правило по безопасности после выполнения боевого задания – сразу перейти в укрытие. Таким образом, чтобы разведывательные дроны, которые после отработки обстрела не смогли рассекретить координаты позиций. Сегодня по блиндажам военные работали осколочно-фугасными снарядами. Но они же могут быть и просто осколочными, чтобы, например, наносить удары по движущейся живой силе. На отсутствие боеприпасов артиллеристы не жалуются. Моя думка, что вот мы тут закрепились, працюем вдало и будем працювати еще краще на этом направлении. Отверто скажете, что оружейных больше, как вы чувствуете? Ну, так, но у нас тоже есть. Мы же тоже не с палками и не с луками. Слава Богу, потихоньку все есть, працюем, есть чем працювать, над чем працювать. Мы покидаем позиции украинских защитников до наступления активной боевой фазы российских оккупантов. А артиллерия бригады Помста продолжает оборонять один из самых сложных участков фронта на Донбассе. Острел! Последний день летней Олимпиады в Париже. Церемония закрытия пройдет в пригороде на стадионе Стадо-де-Франц. Последним атлетом от Украины, принявшим участие в соревнованиях, был борец Муразим Четлидзе. Вольной борьбе в категории до 97 килограмм за бронзовую медаль он уступил представителю Азербайджана. Таким образом, Киев завершил выступление на Олимпиаде 2024 с 12 медалями. Из них три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Олимпийскими чемпионами стали фехтовальщица Ольга Харлан, легкоатлетка Ярослава Могучих и боксер Александр Хижняк. Еще больше интересного контента найдете на нашем канале в Телеграм. Интересные материалы, заявления и фрагменты программ. QR-код на экране, сканируйте, переходите по ссылке и подписывайтесь. Ну а в этом выпуске я ставлю точку. Эфир Фридема продолжит Катерина Вишневская. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова